Вообще-то здесь нарисован карандашный эскиз цветка, который я планировала рисовать. Если его, конечно, видно, хотя, по-моему, абсолютно не видно и только слабо угадывается. Ну да ладно. Дело в том, что сегодня я планировала рисовать с вами классический канонический цветок, луковичку, только многоцветный. Да кому нужно идти канон? Слепо следовать канону это все равно, что идти по проторенной дороге. И совершенно не нужно, чтобы кто-то держал тебя при этом за руку. Давайте я лучше покажу то, с чего начался мой личный путь в петриковской росписи. Это вот такой абсолютно асимметричный, неканоничный, очень свободный цветок растрепа. Я его гордо называла лилией, но дело не в этом. Дело в том, что он был не похож на то, что делала преподавательница. Но тем не менее он оставался именно петриковским по духу. Именно в духе этой его росписи. Легкий, жизнерадостный, свободный. Ну и мне казалось, что это очень красиво. Да ладно, мне до сих пор так кажется. Дело в том, что много лет занимаясь орнаментом и изучая его, пытаясь понять принципы его построения, я поняла одну простую вещь. В орнаменте главное не симметрия. В орнаменте главное равновесие. Равновесие цветов, элементов, равновесие композиции. Я обещала вам сказать, как построить такой цветок, чтобы он выглядел красиво, даже если он не похож на правду. Все очень просто. Проявите воображение. Мысленно возьмите свой цветок за стебелек и поднимите в воздух. Он удержится на нем? Не упадет? Если да, значит все сделано правильно. Принципы построения в петриковской росписи очень четкие. И вот их как раз соблюдать необходимо. В наших же интересах. Так результат получается более предсказанным. Итак, первое. У каждого цветка должен быть центр. И стебель. И у каждого листка тоже. И у бутона любого элемента должен быть центр. Второе. Сколько бы ни было цветов и листьев, они все должны иметь свой стебель, даже если его не видно. И направление. Должно быть понятно, откуда и куда они растут. Причем направление должно быть неизменным по всему рисунку. Мы не можем нарисовать сначала ветку, потом пару отдельных цветов и куда-нибудь в угол запихнуть цветок вверх головой. Единое пространство, единое движение. Это принцип, который мы не нарушаем никогда. Третье. Не только размер цветка или любого другого элемента имеет вес, но и цвет. Белый весит меньше, чем красный. А красный меньше, чем черный. В принципе, в целом, темные цвета выглядят тяжелее, чем светлые. Но это работает не всегда. В конце концов, мы всегда смотрим на сочетание и цвета, и объема. Четвертое. Чем больше мы оставляем воздуха между элементами, тем лучше смотрится композиция в целом. Но я даже объяснять это не буду, потому что это очевидно. Пятое. Напоминаю, не помню уже в какой раз, петриковка декоративное искусство. Поэтому смело сочетаем плоское с объемным, играем цветами так, как нам больше нравится, и единственное, за чем следим, так это за принципом равновесия. И шестое. Воздух это прекрасно, но в меру. Оставляем его ровно столько, чтобы в композиции не образовывалось дырок. Ну то сквозняк будет. Заполнить пространство можно листьями, травкой, усиками, любыми другими декоративными элементами. Основная наша задача, чтобы эти элементы создали единое пространство рисунков, скрепили ли их между собой. Ну, собственно, вот этого фундамента вполне достаточно для того, чтобы построить собственное здание. Остальное практика. Практика, практика и еще раз практика. Когда можно сказать, что ее было достаточно? Ха! Моя учительница однажды прекрасно сформулировала, что значит «я хорошо владею кистью». С ее точки зрения это означает, что кистью ты сможешь поставить свою подпись так же легко, как и ручкой. На любой поверхности и в любом положении. Кстати, я могу не только расписаться, а и вовсе писать кистью, как ручкой. Для меня было сюрпризом, когда я обнаружила, что все-таки этому научилась. Вот так, полное нарушение канона во всех местах. Немножко декоративных деталей. И осталось только заполнить пустое пространство. И... Та-дам! Господи, да я уже сто лет мечтала это сделать. Вот так. Полное нарушение канона петриковской росписи для того, чтобы смогло появиться на свет что-то новое. Канон должен развиваться, иначе он становится мертвым. На сегодня все. Хорошего вечера. Времян... Время готов. Время готов. Время готов. Продолжение следует...